ребят всем привет всем привет ребяточки как я обещала сегодня у нас будет прямой эфир по бизнесу по личным вопросам я возможно завтра выйду в прямой эфир мы с вами поболтаем вот и сегодня прямо сейчас здесь будет прямой эфир по бизнесу совместно с одним из лидеров моей команды тони тедерико у них семейный контракт тони и вася они также как и я по автопрограмме mercedes-benz получили mercedes в компании nl international вот и сегодня хотелось бы поговорить о мифах которые существуют о сетевом предпринимательстве и не просто поговорить об этих мифах а разрушить их вот будет очень интересно поэтому тонь присоединяйся и сейчас поболтаем с вами кто не знает кто такая тоня тонечка сейчас представится расскажет немножко о себе и и для тех кто захочет присоединиться в нашу команду вы сможете это сделать так сейчас я попробую комментарий что-то не получается почему не открывается подожди сейчас блин как его присоединить сейчас я чуть-чуть туплю так все смотрите а номер который указан ниже для того чтобы попасть к нам в команду и с нами вместе работать зарабатывать и развиваться можете как раз таки писать но уже после эфира так сейчас я найду тонечку так сейчас тоня к нам присоединится я пока подожду ее привет привет-привет-привет очень рада тебя видеть взаимно мы не виделись уже сто лет мне кажется да да уже очень долго Надо будет всё в ближайшее время исправить обязательно. Да, видишь, какой у нас бизнес. Вот так вот работаем. Не виделись давно, но, тем не менее, бизнесу это не мешает никак. Можно в разных городах. Слушай, Тонь, расскажи немножко ребятам о себе, чтобы они могли понимать, что да как. Я рассказала немножко, что ты вместе с Васей, со своим мужем, являетесь лидерами моей команды, что вы уже тоже получили Мерседес, вышли на хороший доход. Вот, ну, я не знаю, есть тебе что добавить? Да, конечно, всегда есть что добавить. Но у нас сегодня тема, да, мы объявляли, что мы рушим мифы о сетевом бизнесе. Эта тема мне очень близка, потому что я одна из тех, кто, ну, вот верил во многие мифы о сетевом бизнесе. Я не считала, короче, что это какая-то фигня, но у меня были тоже свои какие-то тараканы в голове. То есть у меня было своё представление о сетевом бизнесе, и я была уверена, что я знаю о нём всё. И вот, ну, ты знаешь, да, что нас было сложно вытащить навстречу. Ну, то есть мы бегали долго, мы не хотели ехать, потому что мы считали, что мы знаем всё о бизнесе НЛ. Но мы потом подписались достаточно легко в бизнес, потому что мы реально узнали, что это за бизнес. И вот я надеюсь, что сегодня многие также посмотрят эфир. Я помню, что мы вас буквально караулили под вашим домом, чтобы вас подписать. Вот. Ну, видишь как? Я думаю, что вы нискорички не пожалели об этом. Нискорички. Пожалели только об одном, что мы не пришли раньше, что мы раньше не согласились. Но, тем не менее, всё равно никогда не поздно развиваться. Это как раз-таки тоже один из мифов, что поздно начинать и так далее. Об этом тоже мы поговорим. Слушай, ну, давай, с чего начнём? Какие самые такие распространённые мифы? Слушай, ну, давай начнём с того, что чаще всего я слышу, когда мне говорят, сетево это пирамида. Вот. Это очень часто. Почему это идёт? Потому что сейчас ещё поколение 90-х, которое помнит пирамиду, там, МММ в том числе, да? Ну, было много пирамид 90-х. И сейчас тут звонят. Извиняюсь. Вась, тебе звонят. Отключу звук. Кто-то названивает. Вот. То есть... Забираем. Ой, не зарядка. Я извиняюсь. Работа, работа непрерывная. То есть люди путают сетевой бизнес с пирамида. Я бы хотела сразу рассказать, в чём разница. Разница в том, что в пирамиде, например, нет продукта. То есть как строится пирамида? Прикрывается там какими-то ценными бумагами, может быть, которые неценные на самом деле. Нет, что-то такое виртуальное. Что-то виртуальное, да. То, что нельзя потрогать, пощупать. То, что не пользуется спросом каждый день у людей. И на чём всё держится? Всё держится на взносах. То есть я вот... Я пришла, например, внесла 50 тысяч рублей. Мне сказали всё. Вложили меня, поговоря. Да, да. Вложила просто тупо деньги. Отдала деньги свои. Позвала тебя там и ещё подружку. Вы тоже вложились. Мне как бы там заплатили процент с того, что вы вложились. И так вот новые-новые люди приходят, да. Как только у нас перестают люди приходить. И мы, постоянно находясь в этой пирамиде, должны вносить деньги. Вносить сплошные взносы. То есть продукта никакого нет. Вот. Пишут ближе к делу. Вижу. Так мы к делу перешли. Мы о мифах говорим. О самых частых. Да. Тем более люди... Вот вы, этот, ребят, часто спрашиваете, задаёте такие вопросы. Костоянно говорите, да, об этом. Так вот, как раз-таки мы на эти вопросы... Мы не говорим какие-то хвалебные оды сетевому бизнесу. Мы говорим как раз в каких-то неприятных фразах, которые часто приходится слушать. Да, да, да. То есть мы не скрываем этого, что мы это слышим. И я сама там во многих моментах где-то была скептиком. Так вот, как только проходит время, пирамиды, они не существуют больше, чем два года. Они запретены законом, в отличие от сетевого бизнеса. В чём отличие от сетевого бизнеса? В сетевом бизнесе есть продукт. Классический сетевой бизнес – это компания, которая продаёт какую-то продукцию, которой пользуются люди постоянно, ежедневно. Ну, как у нас, например. Вот. И все мы знаем, да, какие сетевые компании есть, которым по 60 лет, по 40 лет. Там Amway компания, да, старая. Вот. И это компании зарубежные, мировые. У нас компания российская, это, кстати, тоже плюс. Плюс в том, что мы на своём рынке, на выгодных условиях компания находится, у неё выгодные выплаты. Так что это круто. Смотрите, разница основная в чём? Кто не различает пирамиду от сетевого? В пирамиде всё держится на денежных взносах, и она законом запрещена. В один момент всё рушится. А в сетевом бизнесе всё держится на потреблении продукции. Ну, то есть там чай, кофе, шампуни, мыло для рук. Это всё люди постоянно покупают. Вот у нас команда, вот Алиана, я, ещё люди. Мы все пользуемся нашей продукцией. У нас проходят товарообороты, с них каждый получает свои проценты. С продаж, с покупок. А в пирамиде такого нет. Вот. Также часто слышу, что это лохотрон, сетевой бизнес, да? Это тоже идёт из того, что... Ой, извиняюсь. Блин, телефон тут отвлекает. Это всё идёт из того, что люди путают... Звонят. Может, заберёшь? Всё идёт из того, что люди путают сетевую пирамиду, опять-таки. То есть на каких основаниях люди говорят, что это лохотрон? За 18 лет наша компания никого не обманула. Честные выплаты. Есть товарооборот, как в любом магазине. Есть выплаты с товарооборот. Вот так ещё профессия сетевик, да, сетевой вообще, в принципе, сфера, да, внесена в реестр профессии Российской Федерации. То есть это не то, чтобы даже там законно, то есть это уже как профессия существует. Да. Только в России. Это в России, может быть, недавно, да, люди стали узнавать, что такое сетевой, как в нём развиваться, что здесь есть огромные возможности. А, например, в Европе, а тем более в Америке, вообще, в принципе, всё построено на сфере сетевого. Там и продукция, и там, я не знаю, магазины-кафешки и так далее. Потому что вот методы сетевого, они действительно приносят, ну, приносят свои плоды. И я стала замечать, что даже вот в России у нас другие какие-то традиционные компании, они переходят на сетевой. То есть, например, я там по поводу продвижения, вот недавно рассказывала про сайт, у них тоже сетевой. То есть, получается, регистрируются, подписываются на людей, это именно живое продвижение. И приходят другие люди, которые также подписываются на этих людей. И то есть, ну, вот именно вот этот момент, который также люди могут подумать, ого, нифига себе, это пирамида. Хотя это просто метод сетевого, который также работает. Да, я даже читала как-то, ну, вот многие люди, уважаемые миллионеры, которые во всем мире известны, они высказываются о сетевом очень положительно. И как-то вот один из них сказал, что если предприниматель через там буквально несколько лет не примет эту модель сетевого, что она работает, ну, как бы любой бизнес для успешного роста должен использовать этот метод, метод рекомендации. Слышно меня, да? Немножечко зависла связь. Вот, и для того, чтобы бизнес процветал, нужно эту модель использовать. Кто этого не поймет, те люди очень сильно отстанут в бизнесе. Ребят, напишите, как связь с чему-то Аляну? Не слышу, зависла. О, нормально сейчас? Алло. Не слышно почему-то, звука нет. Не слышно. Стой, начни лечение лакомства с обломок. Натуратого средства, предположим, что...